Такая дилемма есть. Вы задаете вопрос, а почему женщины, по статистике, после 30 лет уже меньше шанса забеременеть? Вот мои наблюдения. В этом мире много сделано для того, чтобы действительно женщину к 30 годам отжать в офисе или в том месте, где она занимается, или то, чем она занимается, до вышитой корки. То есть женщин используют по полной программе. Женщина в офисе – это раб, который по 8-10 часов в сутки, а если вы сами понимаете, женщина взяла кредит, она и по 12 часов в сутки будет работать, а то и на двух работах, понимаете, о чем я говорю? То никаких жизненных сил уже на рождении детей просто не будет. Это система, которая забирает все жизненные силы человека вообще. Питание современного человека – это жесть полнейшая. То, что человек, если человек покупает в магазинах, так сказать, в кавычках «обычную еду» для людей, там забеременеть тоже сложно. Много средств химии, которые используются, средства косметики, которые для человека используются – это все как средства ограничения рождаемости. Более того, по некоторым данным, казалось бы, продаются свечки, не буду называть производителя, очень распространены дешевые свечки. По некоторым данным, в этих свечках содержатся вещества, вдыхая которых, у вас тоже будет ограничиваться рождаемость в семье. То есть, по всем фронтам идет сокращение населения. Поэтому, естественно, к 30 годам, если женщина пока еще была молодая, не родила, потом будет сложнее. Какой выход? Или рожать того, кого вы родите, и потом терпеть всю свою жизнь того, кого вы родили. Потому что родить вы нормального после телевизора не сможете. Это сложная тема такая. Конечно, я говорю, после телевизора родить вы не сможете нормального ребенка. Когда как-то странно звучит, с детства, смотря телевизор, вы забиваете в себя большое количество саморазрушающихся концепций. То есть, у вас внутри, мы когда с вами разговаривали, где-то мы говорили в Ноланде, и мы говорили, вот, друзья, то есть, мы старшее поколение. По сравнению с теми ребятами, которые сейчас женятся, которым по 20 лет. И, естественно, те, кто старшего поколения, смотрят на молодежь и думают, боже мой, как они будут жить? Вы согласны, кто старшего поколения? Потому что воспитывают сейчас детей так, что это, ну, атас полный. Почему? Потому что у нас были другие средства массовой информации. Нам в голову не вбивали такое количество разврата, страстей. Сейчас люди, они пропитаны страстями. И эти страсти к человеку обязательно придут в гости. Вы понимаете логику, почему я это говорил? Потому что йоги знают, и я на себе знаю, что ты загружаешь в себя, это будет обуславливать твое будущее. Смотри дебильные сериалы, вот весь этот дебилизм из сериалов будет в твоей жизни. Это факт, поймите. А то, что кормят в телепрограммах детям, это бомба замедленного действия. Если такой ребенок попробует жить в семье, в семье будет весь тот маразм, который он видел на телеэкране. Я много раз это видел, поймите. И я это знаю, как этот механизм работает изнутри. К сожалению. Поэтому, конечно же, возникает вопрос. Вот современный ребенок, который родители загнаны так на своей работе, что они от детей отмахиваются телевизором. Включили ему канал, пусть смотрит все, что угодно. Все с этим сталкивались. И что получается в итоге? На выходе, через 10 лет такого образования, после телевизора, после школы, ребенок, мягко говоря, болен очень сильно духовно. И такой больной духовный ребенок родит такого же больного духовного ребенка, только еще хуже. Если его родители были более чистые и родили такого ребенка, то он родит, с духовной точки зрения, еще более примитивное существо. Понятно? То есть идет вниз, к сожалению. Это редко, когда у родителей, мягко говоря, после дискотеки рождается адекватный ребенок. Это огромная редкость. Выход только один. Это, друзья, занимайтесь, пока не поздно собой. В противном случае, наплачьтесь так, что мало не покажется.